Спонсор передачи магазин детского питания и товаров для детей Викуша. С самого детства мы знаем, что нет ничего важнее нашего здоровья. И сегодня мы будем говорить о самом главном, как укрепить и сохранить самое важное. С вами Елена передача «Город женщин» и я, Сергалана Амосова. Давайте начнем. Субтитры создавал DimaTorzok и Андрея Александрова, врача-травматолога, ортопеда и мануального терапевта. Здравствуйте, дорогие гости. Здравствуйте. Татьяна, я вижу, вы сегодня пришли на каблуках. И, наверное, нашим телезрегенцам сейчас будет интересно узнать, как же часто можно носить такую обувь. Такую обувь в сантиметрах, если сказать, с 2 до 5. А, имею в виду, больше 5 сантиметров надо одевать не так часто, на выход только можно сказать. В течение, могу сказать, 2 часов. 2 часа только. Да. А потом надо ее снять или дать ногам отдохнуть. Да, вот об отдыхе. А как правильно должны ноги отдыхать? Вот мы целый день на работе, да, приходим, бывает так, что ноги гудят. И как правильно дать им отдохнуть? Ну, во-первых, дома у вас тоже должна быть удобная обувь. А босиком ходить нельзя? Можно снять все и босиком походить, массажик сделать, ванночку в идеале. А ванночка должна быть холодной или теплой? Теплой. Теплой водичкой подержать ножки, да? Хорошо. Вот нам говорят, типа, удобная обувь, ортопедическая обувь, да? А какая же на самом деле удобная обувь? По стандарту должно быть так, что 2 сантиметра, 4 сантиметра, с 2 до 4 сантиметров. Это стандартная обувь на каблуках. Без каблука тоже это неправильно. Тоже неправильно. То есть всякие вот такие вот тапочки модные, там ей же исподрили, это все тоже неправильно. Да, тоже одинаково неудобно и неправильно. Хорошо. Вот я вас хочу узнать, как у врача, у специалиста, да, с какими чаще всего запросами к нам, к вам приходят люди? Так, ну, люди приходят ко мне обычно с проблемами, ну, опорно-двигательного аппарата, то есть болят коленные суставы, болят стопы, ну, часто устают мышцы ног, мышцы, получается, голени. В основном с такими проблемами. Также есть боли позвоночника, что только так же влияет, ну, то есть стопа, она является рестором, то есть амортизатором всего опорно-двигательного аппарата. И, ну, любые ее нарушения, получается, ведут к микротравматизации остального опорно-двигательного аппарата. Угу. Тогда, получается, если мы чувствуем сразу немножко, когда колени там ноют, да, мы сразу должны обратиться к специалисту, да, а на какие симптомы тоже нужно обязательно обращать внимание? То есть вообще боль – это сигнал того, что что-то происходит не так, то есть организм сигнализирует о том, что, ну, в этом месте, получается, идет или слишком большая нагрузка, или же, ну, в общем, патологические симптомы. То есть если возникает боль, то мы не должны терпеть и сразу обратиться к специалисту, ну, неважно, где, получается, допустим, коленный сустав, тазобедренный сустав. Если что-то болит, то, значит, надо обратиться уже. Угу. А если болят ноги, может ли это быть сигналом того, что проблема в позвоночнике? Болят ноги, проблема в позвоночнике? Ну, в принципе, есть такая возможность. В основном, получается, ну, опорно-двигательный аппарат, он тоже взаимосвязан. Из-за того, что идет гипернагрузка определенных сегментов, происходит, получается, ну, компенсаторно боли могут быть и в позвоночнике, и в степе. Все взаимосвязано. А вот как понять, что у моего ребенка есть плоскостопие? На что стоит обратить внимание молодым мамам? Да, вот прямо сейчас они могут взять свою малыша и посмотреть. То есть молодым мамам следует обратить внимание на, получается, обувь. Как ребенок стаптывает обувь? То есть если он стаптывает обувь с внутренней стороны, то, скорее всего, у него вальгусная установка нижних конечностей, из-за чего идет гипернагрузка на внутреннюю часть стопы. Также, ну, следует обратить внимание, как он ходит. То есть если он, получается, ну, ноги часто заплетаются, часто спотыкается ребенок, тоже может быть сидеть, сказать, о, ну, плосковальгусный, вальгусный. А, я знаю, что малыши маленькие, да, они когда ходят, иногда спотыкаются, ну, не вот так, да, а вот именно носочками. Да. Да, это вот тоже признак получается, да? Понятно. А как взрослый человек? Потому что вот в детстве у нас как-то вот особо такого же не было, да? А как взрослый человек может понять, что у него какая-то есть, ну, деформация стопы? Ну, по первичным признакам. То есть если начинается, допустим, уплотнение какой-то кости, если начинает, получается, большой палец увеличиваться в размерах, или же косточки, амазелости, натоптыши возникают, значит, что-то неправильно нагружается. И боль, боль даже. Татьяна, а вот вы как вот чемпионка мира, да, ваши ноги, ну, вот гораздо больше задействованы, да, вот именно, чем у обычных людей. А как вы ухаживаете за ногами? Ну, вот так же, как и у обычных людей у нас тоже, вечером тоже как бы массажи, ага, чтобы удобная обувь была, кроссовки подбираем, чтобы носить одну и ту же обувь, например, кроссовки, да, не так долго, годами мы меняем постоянно, вот обувь покупаем. И чтобы, вот, как Андрей Сергеевич говорит, пользуемся, вот, наши спортсмены все используются вот ортопедическими стельками. Ортопедическая стелька, да, можно я посмотрю? Да. Вот правильное распределение нагрузки, да, на стопу должно быть, получается, здесь должен быть выступ, да? А вот как правильно, да, выбрать стельку? Расскажите, пожалуйста. То есть, получается, ну, свод стопы состоит из трех арок, то есть есть медиальный свод, ну, внутренний свод, наружный свод, и вот арка должна быть в области поперечного свода. А арка это вот немножко вот... Да, вот такие вот дуги, получается, да. То есть в норме должно быть три арки. Вот стельки, получается, они формируют, получается, ну, под стопу человека формуются, да, и, ну, держат арки в правильном положении для того, чтобы шла меньшая нагрузка на, ну, суставы, связочный аппарат стопы. Также они балансируют, получается, положение тела, чтобы он не перенагружался, чтобы мышцы-стабилизаторы меньше работали. Тогда, получается, у нас хорошая стелька, наши ноги устают меньше. Она распределяет, вот эта стелька распределяет нагрузку равномерно. Равномерно распределяет. Понятно. А если... Вот мы немножко вот затронули тему косточки, да? Вот она именно возникает из-за неправильной обуви, когда косточка вот вырастает, да, на ноге? Понятно. Я вижу, тут еще есть детские, есть еще взрослые, да? А если, например, они идут по размерам? Да, обязательно. А их можно как-то там разрезать, например, да, чтобы удобнее сделать? Или это не рекомендуется? Ну, у них специально вот сделаны вот, ну, как бы, по ноге, логически, вот, ага, они не одна. А я вот вижу, у нас есть такой аппарат. Что это такое? Расскажите, пожалуйста. Так, это плантоскоп, но он может диагностировать нарушение стопы, то есть он проецирует свод стопы, и мы можем сейчас вот прямо посмотреть. Да, как мне нравится, когда мы говорим, можем попробовать, давайте. Мы сейчас узнаем, все ли в порядке у меня со стопами. А сколько длится по времени вот диагностика такая? Я прям сразу стою, да? Да, прям стою. Так, ноги можно чуть пошире. Так. Первый раз у меня такая диагностика. То есть по результатам плантоскопии у вас есть и продольная, и поперечная плоскостопия. Какое? И продольная. И продольная, и поперечная. Да, то есть продольная стоп и поперечная стоп, они оба облащены. Имеется вот продольная плоскостопия обеих стоп второй степени, больше с левой стороны, и поперечная плоскостопия тоже второй степени, больше с левой стороны. Да. Даниматься надо. На левую ногу идет больше нагрузка у вас. Ага, а вот из-за чего это? Это из детства идет? Получается, в детстве как-то вот формирование стопы, но из какого возраста? Формирование стопы идет, получается, ну, свода стопы до 7 лет в основном развивается свод стопы, а потом уже, ну, как бы задействовать уже более сложно. До 7 лет очень хорошо исправляются свод стопы. Дальше уже, получается, ну, надо поддерживать стельками и, ну, упражнениями. Вот упражнения давайте мы сейчас, пользуясь случаем, узнаем, как же можно, вот мне, например, с поперечным плоскостопием и продольным, вы еще сказали, да? Вам особенно показали. Мне особенно. Ну, что мне можно делать дома? Может, Татьяна, покажете нам, что можно делать дома? Ну, вот специальные можно, вот, есть, как бы, тренажеры, ну, если тренажера нет, то можно, там, валики, мячики, ее катать, катать можно. И можно, вот, полотно взять, ее можно, вот, собирать пальцами ног. Ну, надо будет показать, наверное, да, Еле? Ну, вот, давайте покажем. Можно, пожалуйста, мне? Ага. Аккупляйте. Так, смотрите, у меня сейчас из сумочки я только что достала. Есть вот такое вот, ну, средство для укладки волос. Думаю, у каждой девушки оно тоже есть. И сейчас, давайте вы покажете, как же мы можем прямо сейчас начать помогать нашим ногам. Ну, вот, да. Получается, мы любим, любые эти можем взять, любой предмет, да? И можно, если у вас ноги даже устали в дороге, можно ее вот так катать. Вот упражнение массаж получается. Каждый день можно так делать, да? Можно каждый день. Вот такое катание можно делать мячиком, можно сделать, и вот, я сказала, вот полотно какое-нибудь, взять и ее вот так собирать, пальцами ног вот так собирать. Есть упражнения вот такие вот, можно ходить вот боковым, боковой частью, да, ноги. Можно ходить внутренней частью ходить. Ну, очень много упражнений есть. Вот именно для стопы вот так, да, делаешь. Но если регулярно будете делать, конечно, все равно она вам поможет и в пользу пойдет. Хорошо. А вот вы сказали, что до 7 лет очень хорошо формируется стопа. А если у меня уже вот ребенок подросток, может, вот, упражнение, которое показала Татьяна, улучшить, да, ситуацию, помочь? Да, конечно, лучше. То есть, если будете делать упражнения каждый день, плюс носить стельки индивидуально подобранные под стоп, изготовленные, то результат будет. Обязательно будет. Обязательно будет. Ага, еще надо будет, конечно, чтобы ребенок был активным. Сейчас вот в наше время в основном дети сидят, очень мало движения. Да, да, да. Поэтому, чтобы детям обязательно ходить на сикси какие-нибудь, хотя бы ходить подолгу, гулять по городу. По городу. Да. Вот смотрите, вот если мы возьмем нашему ребенку такую стельку, он будет ее очень хорошо ежедневно носить, через какое время можно увидеть эффект. То есть, мы можем увидеть эффект уже через год. Допустим, можем сфотографировать результат на плантоскопе, да, и через год у него уже будет другая картина. То есть, свод стопы он будет более лучше, получается, меньше визуализироваться. Да, я не могу не спросить. А вот я, например, с моими всевозможными видами плоскостопия мне тоже через год это может помочь. Да, будет лучше, но не так, как у ребенка. Комфорт создает комфорт. У вас же, наверное, за весь день, наверное, ноги устают тоже, да, и ноги болят, может быть, и она делает комфорт. Ну, как бы, качество жизни улучшается, можно сказать. Улучшается, да, здорово. Вот маму, пожалуйста, с самого раннего детства, чем раньше, тем лучше, да, что, вот. А что вы можете пожелать нашим телезрителям? Здоровья. Угу. Ну, самое главное, конечно. Чтобы активно образ жизни ввели, независимо от возраста, ребенка надо обязательно, как бы, все равно, если он занимается сексией, спортом, да, обязательно все равно ее прививать как зарядки. Угу, даже обычная зарядка. Обычная зарядка, да, движения, упражнения обязательно надо показывать, и самим тоже параллельно. Да, быть примером. Примером, да. Вместе с ребенком делать, а вот сколько минут можно делать в день зарядки? Ну, рекомендую. Начинаешь, вот, это же зависит от желания ребенка, чтобы не было отторжения, чтобы, как бы, в форме игры можно провести, ну, минут 10-15, достаточно. Отлично. Большое спасибо, что вы, вот, провели мне диагностику, да, шучу. Было очень интересно. Я желаю вам здоровья, да, нашей темы сегодняшней, и успехов. А, кстати, о возможных противопоказаниях, да, можно проконсультироваться со специалистами. Да. А далее у нас будет интереснейший сюжет про путешествия. Слушай, я опять прилетела на море. Тут так классно, море теплое, небо голубое. Как там у вас в Якутске? Холодно? Иногда хочется, чтобы такая шутка стала реальностью. И вместо такого видео другу лучше отправлять реальные кадры с пляжа. Я рекомендую вам планировать путешествие заранее. Иногда бывают такие ситуации, когда вам не хватает финансовых средств, и ваш бюджет ограничен. В этом случае можно полететь в Китай на остров Хайнань. Там вас ждет прекрасный отдых в фешенебельных гостиницах на берегу Южно-Китайского моря. Можете отлично отдохнуть в Корее. Прямые рейсы в Сеул. Вас ждет море, солнце, прекрасная погода. И это в январские морозы. Также мы предлагаем вам поездки в Таиланд на прямом рейсе в курорт Паттайо. Паттайо – один из любимых курортов якутян. За долгое время поставили прямые рейсы в этом сезоне из Якутска в Таиланд. В поисках солнца можно отправиться в страны Карибского моря. Это Доминикана, Куба, Мексика, Ямайка – одни из лучших курортов мира. Ценовая категория данных стран немного выше, чем обычные туры. Но, однако, вас ждет потрясающий отдых, потому что это действительно одни из самых красивых мест на земле. Почти все пляжи отмечены голубым флагом, и море – оно особенно прекрасного цвета. Семейный отдых – это уже другая категория. К нему нужно подготовиться заранее, потому что нужно учесть все пожелания членов семьи. Мы рекомендуем поехать в Европу, в Объединенные Арабские Эмираты. А также, если вам нравится концепция «все включено», также можно рассмотреть поездку в Турцию, потому что там можно найти отели, где есть бассейны с подогревом, что тоже очень удобно и, главное, бюджетно для большой семьи. Прежде чем отправиться в путешествие, я рекомендую вам начинать копить деньги, откладывать какую-то сумму, например, по 2000 рублей в неделю, и тогда у вас через несколько месяцев накопится определенная сумма, которая поможет вам выгодно приобрести тур. Также обязательно раннее бронирование, потому что оно реально помогает сэкономить вплоть до 30% от стоимости на момент покупки. Также обязательно нужно следить за изменением и сезонностью в странах. Бывает, что в межсезонье стоимость туров становится ниже, и в этот период, конечно, выгоднее всего приобретать тур. При том, что в определенных странах то, что называется сезоном дождей, это бывают всего лишь пятиминутные небольшие погодные изменения. Многие приходят за таким понятием, как горящие туры, и ждут очень низких цен. На самом деле это имеет свои подводные камни, потому что горящие туры предлагают обычно гостиницы двух или трех звезд без питания, но оно может сойти для молодежи, которая не будет жить в гостинице. Однако такой тур не подойдет для семейных людей. Путешествие – это всегда что-то новое. Новые города, новые страны, новые друзья. На самом деле путешествие делает вас богаче. Так что копите не вещи, а впечатления. Действительно, как сказала Анна, нужно копить впечатления, а не вещи. Мы узнали очень полезные лайфхаки для путешественников, поговорили с вами о здоровье ног и нашего позвоночника, а сейчас мы перейдем к не менее важной части нашего организма, к нашему кишечнику, ведь он – самый настоящий супергерой нашего организма, и от его работы зависит наша работоспособность, наш цвет лица и наше настроение. И сейчас я хочу пригласить нашу следующую гостью – врача-гастроэнтеролога, терапевта Оксану Петровну Баланову. Здравствуйте, Оксана Петровна. Ну вот как я сказала, то что наш кишечник – это супергерой, и правда ли от него зависят наши эмоции и наше состояние? Да, конечно, это правда. Ну, тут немножко, скажем так, зависит друг от друга. И кишечник зависит от нашего настроения, психосоциального состояния, и наоборот тоже может быть. То есть, например, если я нервничаю, у меня депрессия, не дай бог, еще что-то, какие-то факторы, то у меня именно кишечник начнет бунтовать. И это обычно бывает в рамках так называемого синдрома раздраженного кишечника. И наоборот, если у меня этот синдром раздраженного кишечника, то, естественно, я тоже буду нервничать. И, естественно, это все зависит от питания в том числе. Да, а вот раздраженный кишечник, наверняка сейчас у всех людей такой напряженный график, там стрессы, да, и как избежать синдрома раздраженного кишечника? Ну, самое главное, мне кажется, это быть в гармонии с собой. Не нервничать, не стрессовать. То есть избегать вот таких ситуаций, когда мой организм может ответить вот таким вот образом, синдромом раздраженного кишечника. Ну, это не всегда, конечно, зависит только с психосоциальными факторами. Это процентов 10-15, вот это обязательно. Ну, а остальное, как бы, ну, правильное питание, режим дня, режим питания. Вот такие вот. Вот правильное питание. А вы можете сейчас называть пять самых главных врагов нашего кишечника? Ну, пять не пять, но назову. А, так, значит, это жареная, особенно очень жареная, с корочкой, да, в том числе вот чипсы, они же тоже жареные продукты. Вот. Также туда входят сладости, та же газировка, много сахара. И, ну, это вот конкретно плохо. Ну, и, естественно, уже дальше идут переборы в питании. Например, ну, хотя мы народ северный, но все-таки слишком много мяса вызывает, например, гнилостные изменения в кишечнике. В том числе есть болезни, когда некоторые продукты являются врагами. Например, при целиакии враг – это глютен, который содержится в пшенице, в ржи, в вечмине. То есть такие люди только вот на натуральном питании. И, например, та же лактазная недостаточность, когда человек не переваривает молоко цельное. Для него это враг номер один. Ну, вот такие вот примеры. Да, вот правильное питание еще зависит, наверное, от количества приемов пищи. Да, вот, допустим, в школе, в садике, да, ну, как-то вот с детства нас приучили, потому что надо кушать три раза в день – завтрак, обед и ужин. А сейчас, когда вот как раз-таки пришло в моду вот это правильное питание, да, все же говорят, нужно перекусывать. Как это правильно? Ну, скажем так, три раза – это обязательно. То есть я, например, своим пациентам говорю, ну, хотя бы три раза в день покушай. Перекусы желательно. То есть если у вас есть возможность перекусить, обязательно, пожалуйста. То есть три обязательных приема пищи и два перекуса. Для того, чтобы не чувствовать сильное чувство голода, потому что если я голодный, я переем обязательно. Так, и для того, чтобы у вас резко не снижался уровень сахара. То есть это действительно нужно – перекусы. Да, а вот сейчас еще есть такое модное слово – микробиом. Да, что это такое? Давайте расскажем нашим телезрителям. Ну, этот термин вошел, пришел к нам в этом веке, в 21 веке. Микробиом – это вот наши, все наши бактерии, микроорганизмы, которые содержатся внутри нас и снаружи нас. Вот вы удивитесь, но вес примерно этого микробиома составляет от 1,5 до 3,5 килограмм. Это почти целый орган. То есть даже не почти, а он действительно считается отдельным органом, микробиом. И вот он уже делится на микробиоты. То есть микробиоты кишечника, микробиоты желудка, микробиоты кожи, печени, сердца, ну и так далее. А что любит наш микробиом? Наш микробиом любит, опять же, здоровое питание, да, скажем так. Вот, например, клетчатку, туда входят отруби, овощи, ну, любые растительные продукты. Ну, желательно не очень сладкие, но все равно фрукты тоже туда входят, естественно. Так же очень кисломолочные продукты. Обязательно. Ну, лучше, чем свежее, тем лучше. Ну, смотреть надо, чтобы вот срок хранения вот у этих продуктов был не очень длинный. А вот, к сожалению, в наши магазины попадает именно то, где срок хранения месяц, например, да? Ну, да. Ну, вы, конечно, можете это съесть, но польза вам это особо и не принесет. Да, сейчас. Смотрите, вот, увидела то, что у нас есть такие закваски, да, вот Нарине у нас есть, у нас есть Вива, а также такая закваска Бифифит, и можно вот такие, с помощью таких заквасок делать самим, да, вот именно кисломолочные продукты. И вот мне интересно, да, какое молоко лучше выбирать, чтобы делать дома кефир? Ну, все-таки лучше, мне кажется, выбирать вот натуральное, местное. Местное молоко. Да, местное, которое имеет очень короткий срок хранения, так оно не ультрапастеризованное, вот лучше это. А если будет молоко там, где срок хранения пару месяцев, будет ли польза вообще, если мы сделаем такой кефир? Если закваска сработает, конечно, будет. Хорошо, а еще какие продукты полезны? Ну, также, например, ну, я все к той же клетчатке вернусь, да, там, очень-очень хорошо, это бобовые, да, то есть все бобовые. Горох, посоль. Да, да, вот, дальше, что там еще можно сказать? Ну, определенное количество белка, то есть во всем, вот я говорю, всегда придерживайтесь золотой середины. Нет такого, что вот нельзя, все, табу, нет. Можно потихоньку все, но знать надо меру. Тоже мясо, например, без перебора, рыба обязательно, то есть даже жиры, ну, те же сахара, но тоже можно, но все-таки как бы в определенных количествах. Должен быть баланс, да? Да, обязательно. А вот мясо, да, мне, наверное, кажется, что это наверняка всем интересно, потому что мы мясо кушаем и в обед, и на ужин. Это не перегрузка для организма? Ну, скажем так, если я человек северный, то я генетически уже, скорее всего, предрасположена к тому, что я могу переварить это мясо количество. Но тоже надо соблюдать какую-то золотую середину, смотреть на свои болезни, на свой организм, в конце концов, на свою нагрузку. Нужно ли мне столько количества мяса, да? А вот овощи, да? Клетчатка, это же и овощи? Клетчатка, это овощи. Какие овощи тогда вот? У нас круглый год овощи не растут, да? И как можно помочь организму? Что нужно есть? Ну, простые овощи, в принципе, мы заготавливаем впрок, у многих растут на даче, это капуста, любая капуста, самая простая белокочанная капуста. Хотите? Капуста, брокколи, в принципе, заморозка продается. Морковка, свекла, чуть-чуть, как бы у нее рейтинг ниже, но это тоже очень хорошо. То есть, как бы такие простые овощи можно. А здоровье кишечника, оно закладывается в детстве? Или уже, когда мы станем взрослыми, мы можем хорошо, правильно питаться и, в принципе, это восстановить? Закладывается в детстве, это правильно, потому что микробиоты кишечника плода уже начинают формироваться во второй половине беременности. И даже зависит от того, как этот человечек родился. Если он родился через естественные пути, он получает так называемый микробный удар во время родов. Он же проходит через все, да? И он заселяется теми же бактериями, которые есть у мамы, у родного человека. Если он, например, рождается через кесарево сечение, это совсем другое. Поэтому вот сейчас, как бы, сразу прикладывать ребенка к груди после рождения, чтобы грудное вскармливание было. И, естественно, если ребенок находится на грудном вскармливании, у него будет другая микробия. Оксана Петровна, очень интересно, мы продолжим с вами после рекламы. Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами передача «Город женщин». И сегодня мы говорим о здоровье. Прямо сейчас у меня в гостях Баланова Оксана Петровна, и мы с ней говорим о здоровье кишечника. Вот, Оксана Петровна, давайте мы дадим какие-то основные правила, полезные советы для наших телезрителей. Ну, самое главное для кишечника – это, конечно, питание. То есть обязательно питаться минимум три раза в день, еще лучше пять раз в день. То есть не пропускать. Для кишечника обязательно, чтобы был нормальный, хороший, плотный завтрак. Тогда он начинает работу уже с утра. Так же, чтобы было здоровое питание, с исключением продуктов вредных, жареного, копченого, сладостей в большом количестве, газировки, например. Так, и третье – не избегать, ну, скажем, стрессов, нервозности какой-то, держать себя в тонусе, не поддаваться никаким депрессиям, пусть это обходит нас стороной. Вот. Вот. И, ну, будьте здоровы, наверное. Оксана Петровна, большое вам спасибо за ваши полезные советы. И я вам тоже хочу пожелать здоровья. Спасибо большое. Спасибо. Сегодня мы говорим о здоровье. И что же такое здоровье для меня? Для меня здоровье – это, конечно, хорошее состояние, а также красота. А что такое красота для современной женщины? Наверное, это красивые ухоженные волосы, красивые ухоженные руки. И, к сожалению, порой пытаясь стать красивыми, да, мы иногда, ну, не следим за здоровьем наших волос, мы укладываем их феном, делаем много там маникюра. И сейчас мы пригласим двух девушек, которые с нами поделятся народными рецептами красоты. И это Анна Тен и Юлия Игнатьева. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Вот я вас пригласила, потому что знаю, что вы знаете интересные рецепты домашних масок. Да. Да, давайте, может, мы сразу начнем их готовить? Что же у нас сегодня будет, девушки? Сегодня у нас будет маска для жирных волос, которая придает блеск и питает волосы. Маска для волос, да, хорошо. Хорошо, сейчас давайте. Немножко. Так, Юлия, вы у нас готовите масочку. Да, давайте я немножко сразу тоже начну. Так, что же нам понадобится? Нам понадобится одно яйцо, желток. Желток. Да, мы должны. Так, давайте-ка мы сюда уберем. Хорошо, отделяем белки от желтков. Это целое искусство, кстати, да? Хорошо, давайте положим желток вот сюда. Так, это я уберу. И добавляем лимон. Давайте мы лимончик добавим. Сейчас мы здесь тоже. Так, разрезаем лимон пополам. Пополам. И вдавливаем сок лимона. Наш желток. И прям так можно сразу на волосы? Потом все размешиваем. И наносим на волосы. И выдерживаем минут 30-40. Можно накрыть полотенчиком волосы. Полотенчиком, да. И затем смываем теплой водой. Вот вы, как представитель индустрии красоты, да, наверное, можете нам подсказать, как же часто вот мыть волосы, да, чтобы без вреда для них было. Вообще волосы рекомендуется мыть один раз в три дня. Но есть, как бы, девушки, у которых жирные волосы, они моют их каждый день. Ну, я рекомендую все-таки, как бы, мыть их чуть пореже, дабы восстановить баланс на коже головы. Ну, выработку сальных желез, чтобы волосы не жирнились часто. Ну, и стали более-менее нормальными. А вот сейчас девушки все, наверное, пользуются утюжками для волос, да? И я пользуюсь им, пользуемся феном, пользуемся плойкой. Как это вообще к этому волосу относится? Можно ли каждый день, вот при каждой укладке это все использовать? Ну, вообще рекомендуется использовать, конечно, реже, потому что это все равно портит наш волос. Поэтому, если вы используете часто, сушите волосы феном или утюжком, обязательно нужно использовать термозащиту. Любую профессиональную термозащиту, и дабы сохранить ваш волос. Хорошо. Вот такие маски, да, вот мы сделаем их дома. Как часто рекомендуется делать масочки? Ну, такую маску можно делать раз в месяц. Раз в месяц? Да. А что она придает волосам? Блеск и питание. Блеск и питание. Вот сюда мы добавили желток и лимонный соль, да, половинки лимона. Также можно делать маски с медом, тоже для питания волос. Так как зимой наши волосы более подвержены стрессу из-за низких температур. Они сушатся, ломаются, да, теряют свой блеск. Так, поэтому, конечно, волосы надо очень хорошо питать зимой. Это точно. А вот мне очень интересно, вот, например, девушка, как у нас, надевает красивую шубу, там, куртку, вытаскивает свои волосы, надевает шапку, и вот с этими волосами, и волосы при минус, там, 40, они как, они страдают из-за, они вообще мерзнут или нет? Да, волосы у нас мерзнут, так как волос, он состоит на 15% из воды, и волос замерзает изнутри, поэтому советую не вытаскивать волосы. Да, да. Да, потому что, если будете вытаскивать волосы на холоде, они, получается, будут ломаться, сушиться, теряют свой блеск тем же самым. Поэтому волосы нужно питать, подбирать правильный уход для своих волос, по типу волос, ну, и прятать их. Ну, вот еще я сейчас хочу рассказать, вот видите, мой маникюр, да, это называется вот гель-лак, и я с ним хожу уже, наверное, не снимая с 2015 или 2016 года. Вот, Анна, как вы считаете, так можно делать или надо давать своим ногтям отдохнуть? Я бы сказала так, то, что я тоже так хожу с 2015 или 2014 года, я хожу не снимая, и, ну, в принципе, мои ногти здоровые, я их снимаю, ну, как бы смотрю, и никаких, как бы, нет, ну, утончений. То есть, в принципе, можно ходить, и я бы, ну, кому-то, в принципе, может быть и надо. Да, то есть, у кого-то бывает такое, по состоянию здоровья даже, они очень сильно утончаются, бывает такое, и клиенты, да, иногда они отдыхают. Вот про отдых. Ну, сколько им надо давать на восстановление? Как практика показывает, примерно месяц-два. И тогда полностью... Да. Нет, вообще, регенерация ногтей, получается, идет в пределах около полугода. Если полностью замена ногтевой пластины, это где-то полгода. Ну, вот, может, чуть больше. Да, вот мы же думали, что маникюр, это вот просто, да, пошел в салон красоты, сделал ногти, на самом деле, она же обрезается, вот, кутикула, да, на самом деле, это очень серьезный такой процесс, и на что нужно обращать девушкам внимание, когда они приходят в салон перед маникюром? Как только вы приходите, получается, на процедуру, первое, на что нужно обратить внимание, это крафт-пакеты, то есть инструменты, они должны быть обязательно запечатаны на крафт-пакеты. Это говорит о том, что стерильные инструменты, они прошли три этапа обработки, очистки. Обязательно нужно обратить внимание, в этом крафт-пакете есть индикатор, который говорит о том, что он пропарен, то есть он должен быть обязательно темно-коричневый. Но иногда еще бывает такое-то, что салоны пропаривают не полностью, то есть время выдержки должно быть более часа, ну, час в среднем, получается, некоторые вот по 30 минут, это, ну, неправильно. А вот как можно укреплять ногти, как мы можем им помочь? Вообще гель-лак само по себе такое покрытие, которое имеет свойство, ну, от механических каких-то повреждений он защищает. Так что я думаю, скорее всего, то, что шеллак, ну, гель-лак имеется в виду, как раз-таки именно у него такая функция. А так, в принципе... А вот морская соль, я вижу, для чего она нам сегодня нужна? Да, мы должны были сегодня, получается, сделать маску. Давайте сделаем. Вот если мы решили дать ногтям передохнуть, мы можем делать такую маску. Да, мы можем сделать такую масочку, это, получается, мы тоже лимон... Выжимаем сок лимона. Ага, и берем морскую соль, немножко горсть. Да, горсть. Да, это вот самая обычная морская соль, которая продается в продуктах лакосина. Да. Ну, и получается, перемешиваем и опускаем кончики пальцев на 20 минут. На 20 минут. Оно как раз защищает от слоек и рост ногтей. Мы вот снимаем, например, маникюр с чистыми ногтями, просто кладем ручки сюда, да? Понятно. А как часто вот нужно делать такие маски? Ну, я думаю, раз в месяц. Раз в месяц, конечно. Либо вот когда снимаете, отдыхаете, как раз такие маски будут очень полезны. Вот я еще хочу спросить Юлии, да? А девушки, чтобы сохранить длину волос, иногда они стригут секущиеся кончики. Ну, когда мы их срезаем, волосы лучше растут? Или это такой миф? Ну, вообще за кончиками надо ухаживать, да, и посещать парикмахера, подстригать кончики и питать их. Где-то, ну, раз в три месяца должны все-таки ухаживать за кончиками и ходить к своему парикмахеру на стрижку. А вот сейчас есть такая модная стрижка, называется горячими ножницами, по-моему, да? Она что делает? Какой у нее эффект? Ну, она запечатывает кончики, получается, и они дольше держат свойство, как бы свое. Ну, как бы волос не сечется очень долго. Вот. А какими вы сами пользуетесь вот секретиками красоты? Может, поделитесь нашими телезрекенцами? Ну, мы питаем волосы, делаем маски для волос раз в неделю. Обязательно нужно подобрать уход именно по вашему типу волос. Вот. Ну, и за кончиками тоже ухаживаем сыворотками, маслами, специально для, ну, как бы, чтобы кончики не стеклись. Вот. А вы? Ну, я раз в неделю обязательно делаю маску для волос. Потом, как только я помою волосы, у меня есть, ну, тоже уходовая косметика. И вот кончики обязательно маслом. Маслом, да? Специальным маслом. Да, кстати. Вот сейчас у нас, например, очень много забот, да, у современной женщины, там, детей отвезти, тени позаниматься, успеть поработать, еще еду приготовить, дом убрать. И бывает так, что даже вот я помою волосы и прямо с мокрыми волосами засыпаю. Это вредно для волос? Ну, нежелательно. Нежелательно. А что с ними происходит в этот момент? Ну, они, ну, в общем, это вредно для волос. Лучше их сушить, дабы они не портились. Ну, как бы они начинают путаться, жирнеть, начинают, да. Большое спасибо, девушки, за ваши советы. Обязательно попробую сделать такую маску, как и наши телезрители, я думаю. А далее у нас короткая реклама. Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами «Город женщин» и сегодня мы говорим о здоровье. И прямо сейчас мы с вами приготовим очень вкусное, очень полезное блюдо. И в этом нам поможет наша следующая гостья Екатерина Шпак. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Что же мы сегодня будем с вами готовить? С самого начала мы с вами заквасим капусту. Квашеная капуста. Да, а потом уже из квашеной капусты мы с вами сделаем оладушки. Вот такие оладушки. Так, квашеная капуста. Я вот никогда в жизни не квасила капусту, но оказывается, с возрастом появляется такое стремление это сделать. Да, давайте сейчас научимся. Да. Что нам понадобится? Вот как раз недавно тоже с мужем квасили капусту. И это такое... Вот я книжечку принесла «Хюги». На мой взгляд, это такое хюгель немножечко занятие, потому что капуста это такое семейное... Мы не делали вместе, муж резал капусту, потому что я очень плохо ее режу. Не знаю, что у меня сейчас получится. По вашему рецепту тогда квашеную капусту должны делать все члены семьи. Ну, конечно, да. Это такое более семейное занятие. И как бы по хюге это долгий процесс. А что такое хюге? Давайте мы сначала поделимся. Хюге это такое искусство уюта. Даже не искусство, а теория, тепла. Ну, как бы датчане же самые счастливые. Да, эксори. Сорители нашей планеты. Вот. И они тоже живут на севере, им тоже все время холодно. Вот. И поэтому я думаю, что у нас с ними есть какие-то общие... Да, черты. Екатерина, вот я знаю, что у вас такая очень интересная история. Вы переехали в Якутск из Норильска. Как это было? Как это случилось? Процесс был небыстрый. Скажем, сразу... Не сразу я переехала из Норильска в Якутск. Изначально я переехала из Норильска в Белгород. Учиться я туда поехала. И уже в Белгороде я познакомилась со своим мужем, который приехал из Якутска в Белгород тоже учиться. Вот. После того, как мы закончили институт, мы погастролировали немножечко по центральной России. И в Брянске жили, и в Калуге, и в Орле. А потом он решил, что нам нужно вернуться в Якутск. Да, и вот мы переехали, он немножечко раньше, а я переехала в январе. В январе. Да. То есть в самые морозы ты уже застала. Да. И как тебе в Якутске? Мне нравится. Меня пугали. Ну, в общем, все пугания не оправдались. Город достаточно приятный, но мне в нем комфортно. Ну-ка, как ты халда перенесла? Хорошо. Меня больше всего удивило лето, потому что оно теплое. Ну, как бы я не рассчитывала на такое тепло. Так. Так, мы режем капусту. Да, мы режем капусту. Мелко шинкуем, и потом нам нужно будет морковочку натереть на терке. И все это... Давай я сразу начну натирать. Да. Вот тарелочка у нас есть. А вот на такой, на большой, да? Да, лучше всего на большой. Так. А чем ты любишь заниматься здесь? Ну, значит, по образованию я дизайнер, вот, но как-то у меня не сложились отношения с дизайном интерьера. А я дизайнер по профессии. И я больше зациклена на мелочах, на декоре. Все-таки дизайнеры, у них более такой масштабный взгляд на вещи. И поэтому я занимаюсь больше декораторством и скрабукингом. Ну, вот в студии провожу мастер-классы. Понятно. Так, давай мы вот с этой капустой уже покажем? Да. Так, значит, изначально нам нужно всю капусту в мисочку вместе с морковочкой. Вот так. Да. Вот у нас получилось. Да, вот соотношение какое должно быть? Сколько нужно добавить капусты, сколько нужно добавить морковки? Ну, вот морковки вообще нужно совсем чуть-чуть. Я как бы прям в пропорциях не могу точно сказать, потому что делаю на глаз. На глаз. Вообще рецепт. Кому, если очень нравится морковка, может сделать морковку гораздо больше, да? Ну, вообще почему-то не рекомендуют больше морковки добавлять. Если честно, я так и не поняла, почему. То ли она сока больше дает, то ли что-то такое. В общем, рекомендуют, чтобы морковочки было совсем чуть-чуть. Просто так, для цвета. И, в общем, нам понадобится соль и сахар. У тебя же там все смешано, да? Да, у меня же все смешано. А сколько соли, сколько сахара? Ну, тоже вот, насколько вы любите. Если любите посолонее, то побольше соли. Ну, вот на такую порцию я бы, допустим, чуть меньше столовой ложки сахара. И потом, значит, нам это все нужно. Руками. Да, замесить. Да, чтобы вышел сок. Вот. А какой, по сути, вообще рекомендуется классить капусту? Мы с вами будем делать в банке. Но изначально, вот когда мы с родителями жили в Норильске, у нас квашеная капуста стояла на балконе. Ну, там тоже мороз. Мы выходили, у нас была такая эмалированная большая капуста. Папа ножом откалывал кусок капусты. И, в общем, так она у нас хранилась. Собственно говоря, так же мы в этом году и с мужем сделали. Поставили в большую эмалированную кастрюлю на балкон и планируем всю зиму есть нашу капусту. Вот соль, сахар. Нужно ли нам еще что-нибудь? Нет, больше нам ничего не нужно. Дальше мы все это должны поместить в баночку. И самое главное в этом процессе, сейчас представлю, то, что нам нужно поставить капусту в теплое место. Ну, не жаркое, а теплое. И на протяжении 3-4 дней нам нужно ее протыкать, чтобы газики выходили из нее. То есть утром и вечером нужно... В этот момент именно происходит тот такой важный процесс брожения. Как сказала нам Оксана Петровна, гастроэнтеролог, именно то, что зимой у нас нет обилия овощей, фруктов. Именно за счет квашеной капусты мы можем восполнять, давать организму клетчатку. Ну, вот из квашеной капусты на самом деле можно много блюд делать. Кроме того, что просто так ее кушать, салатики. Да, что ты делаешь, что ты готовишь им? Вообще недавно я мужу готовила шведское блюдо. Там получается пудинг капустный. Капустный? Да. Там идет килограмм фарша и просто дофига капусты. И слоями это укладывается. Значит, капуста, фарш, капуста, фарш. И все это запекается в духовке потом. Запекается в духовке. Классно. Ну, ему понравилось. Еще удобно тем, что я сделала целый противень. В общем, мне хватило на неделю ему обедов. Муж, наверное, спрашивала, что у нас сегодня на ужин? Капуста. Пудинг. Так. Ну, в общем, нам все это нужно затолкать в баночку. Да, вот прям плотненько, да, мы должны все положить? Да, плотненько, но не сильно, потому что капуста еще даст сок. Вот. И не рекомендую прям до краев наполнять, потому что она потом даст сок, и в процессе брожения это может потом все вытекать. А если будете делать в кастрюльке, так как делали мы, мы еще это все под пресс поставили, под гнет, и, в общем, она заквасилась. Хорошо, вот мы нарезали капусту, натерли морковку, добавили соль, сахар, и все? Да, все. И вот, значит, отставляем на три дня в теплое место, и утром и вечером протыкаем в нескольких местах. Лучше всего какой-то деревянной палочкой или чем-то таким, чтобы выпустить газики. Это же, оказывается, так просто, а я думала, там надо делать какое-то там целое зелье из уксуса, там, и каких-то травок. Оказывается, это уже другой рецепт, это капуста-пилюска, да. Лоская, да. Да, хорошо, давай мы перейдем к нашим оладушкам. Что же нам нужно, вот, чтобы приготовить вот такую красоту? Так, а нам нужна... И тут появляюсь я. Значит, пашеная капуста. А, уже готовая. Да, уже готовая квашеная капуста. Тут у меня сейчас еще, я оп, и вот опять я появляюсь. Вот, единственное, очень быстро все делается. Единственный нюанс, то, что квашеную капусту нужно отмочить на два часа, чтобы убрать лишнюю кислоту. Потому что будет кислить, если мы это не сделаем. Вот, нам нужно 200 грамм. Потом... Нет, еще рано. Хорошо. Потом, значит, у меня уже измельченный лук, потому что я рыдаю горькими слезами, я заготовила. Одна луковица нам нужна. Так, одна луковичка. Яичко одно. Тоже заготовленное. Разбиваем его. Солим, перчим. Ну, тоже по вкусу, кто как любит, если кто-то поострее, посолонее. Какие удобные приспособления. Да, я часто готовлю, люблю готовить, поэтому у меня все так. А это что такое? А это кукурузная мука. Кукурузная мука. Да, так как мы сегодня с вами говорим о здоровье, пшеничная мука не всегда есть хорошо, поэтому я решила для этого рецепта использовать кукурузную муку. Значит, нам нужно на эту порцию полстакана. Полстакана. Да. Вот, и уже после этого... Да, и вот именно эта мука будет таким связующим звеном в нашем блюде. Так, накрываем крышечкой, чтобы это у нас не разлетелось по всей студии. И уже, да. Да, вам понадобится вот такой блендер. Да. Чтобы все размешать. Вот, Екатерина, вот это такая творческая, да? И мне так интересно узнать у тебя, какие твои любимые места в городе? Мне очень понравился старый город. Старый? Да, вот прям такие исторические места в городах, они все время очень завораживают. Мне прям очень нравится там гулять. Ну, еще мы живем неподалеку от парка. С мужем очень часто ходим прогуляться. Ну, колесо обозрения, конечно, мне очень понравилось зимой особенно. Очень красиво. Такой зимний город. Классно. Так, у нас очень хорошо это измельчается. Да, нужно все хорошенечко измельчить. Вот. И, собственно говоря, нужно либо обжарить с малым количеством масла, буквально капельку, просто растираем это на сковородочке, либо можно в духовке на противне запечь. А, классно. Тоже до готовности. И вот так быстренько, да, можно вот приготовить вот такие вкусные оладушки, да? Подавать можно со сметаночкой. Давайте мы попробуем. Да. Подавать нужно со сметаной. Так хочется попробовать, прям такие они и очень вкусно пахнут. Так, пробуйте. Наверное, можно так, наверное, да? Да, пробуйте, пробуйте. Ммм, так интересно сочетается капуста и есть такой вкус кукурузы, да? Да, есть кукурузная мука дает себе вкус. Да, это, конечно, никакое не экзотическое такое. Не, ну это же очень вкусно. В дневной кухне. Потому что всем же кажется, что полезное питание – это скучно. Не интересно? Нет, не всегда. Здорово. Большое спасибо тебе за этот рецепт. Пожалуйста. Надеюсь, пригодится. Да, обязательно. Вам и зрителям. Хорошо. А вот как ты поддерживаешь свое здоровье? Какие-то советы вы можете дать нашим телезрителям? Я думаю, что обязательно нужно заниматься спортом. Обязательно. Спорт. Да, спорт, сон. Ну, здоровый образ жизни. Спорт, сон, здоровый образ жизни, вкусная, полезная еда. Дорогие телезрители, большое спасибо, что вы сейчас были с нами. Мы вам желаем здоровья и хороших выходных. С вами была передача «Город женщин» и я, Саргалана Амосова. Продолжение следует...